Привет, интернет! Машины на заднем фоне гудут и не мешают мне записывать, а люто вещает. Это вторая часть, где мы создаем 3D персонажа. Да, долго же вы ее ждали, но и эта часть гораздо более длиннее, чем первая. Кстати, на первую ссылка будет в описании и в подсказке, если я не забуду добавить ее в подсказке. Ну, приступим. Начнем с того, что я уже делала лего-человечка Риг и Риг манекена. Ну, вы помните манекен. И у меня была дикая уверенность в том, что это тоже не особого труда вызовет. Ну, может быть, чуть-чуть. Но я ошиблась, потому что, как только открыв программу, я поняла, что я вообще не понимаю, что надо делать. И преподаватель не особо хотел содействовать, так как не выложил ни одного туториала, или хотя бы приблизительного туториала, как это можно сделать. И мне приходилось искать все самой. Но, как назло, нужные туторы я попросту не находила. Я пыталась делать по каким-то обрывкам туториалов и по каким-то ускорялкам, но там в основном был скульптинг. А я где-то примерно еще в начале поняла, что скульптинг мне как-то не подходит. Я больше привыкла к тому, что делать полигональное моделирование по полигонам. Я не знаю, как оно называется. С этим тоже как бы связаны трудности того, что я не могла найти туториал. Но время шло, сроки поджимали, и нужно было уже хоть что-то делать, начинать. И я нашла какой-то туториал, как делать лицо персонажа. Но он был неподробный. Там показывалась только верхняя часть губы, нос и глаза. Но я подумала, что, ну точнее, я с этого туториала очень сильно преисполнилась. И подумала, что да это же легко, я справлюсь. И подумала, что у меня получится все так же сделать. Но у меня возникла проблема уже на этапе, когда я зашла дальше и начала делать уши. Я просто не могла понять, как мне надо, ну их точную форму, как именно их надо делать. Вот как-то у меня не было такого. Да и, как я говорила, сам скетч был не особо подробный в плане лица. То есть, там были вольности, и мне приходилось как-то подгонять, чтобы оно было хотя бы усредненно. Но по закону подлости, ну или как по современному сейчас модно говорить, по закону Мёрфи. Нужный мне туториал я все-таки нашла. Но уже на том этапе, когда у меня была сделана большая часть работы, мне уже особо и не нужен был этот туториал. Но все равно я его ради интереса проглядела и уже сама вижу все свои косяки. Можете мне особо о них не напоминать. Так как я их сейчас вам сама упомяну. И первым косяком как раз таки являются уши. Так как надо было сначала их, ну по аналогии с глазами, сначала надо было их обложить полигонами по кругу. А потом уже из этого кружочка экструдировать сами уши. Также одним из косяков у меня было то, что я делала все из одного объекта. И мне показалось, что это будет проще. Потому что я боялась, что не смогу правильно и адекватно стыковать. Но в туториале чувак, который это рассказывал, он говорил, что нужно делать отдельными объектами, так как это проще. Но мне почему-то показалось наоборот. Из-за чего, как мне кажется, я промучилась даже дольше. Также он еще говорил о том, что не нужно делать прям руки прям очень параллельно полу. Их нужно слегка приопустить, чтобы лучше понимать пропорции. Я же так не сделала. Я делала именно по тем урывкам воспоминаний того, как надо это делать. Поэтому, как мне кажется, у него слегка-слегка длиннее, чем надо. Итак, приступим к одежде. Я решила начать с более простого, как мне казалось. Это с футболки и шорт. Вот. Но тут оказалось не все так просто, как я думала. Помните, я говорила, что у меня возникла проблема с моделингом ушей? Так вот, она вылилась в большую проблему, когда я уже начала моделить ему футболку. Дело в том, что часть полигонов, которая как раз-таки прилегала к ушам, она вывернулась наизнанку. И это, кстати, было видно там. Часть полигонов была другого цвета, розового, по-моему. Вот. Из-за этой такой фигни у меня некорректно накладывался модификатор. То есть я как хотела скопировать вот эту часть полигонов, которая у него, в той части, где футболка. И просто при помощи модификатора Solidify вытянуть ее, чтобы она была немножко объемной. Но из-за вот этих вот небольших полигончиков, модификатор у меня работал некорректно. И выворачивал ту часть текстур, которая была, ну, вывернута соответственно. И мне пришлось это быстренько исправлять. Та же проблема настигла и шорты персонажа. И мне так же пришлось это все переделывать. Затем я перешла к самому сложному. Моделированию обуви. В принципе, я знала, что будет нелегко, так как еще на этапе скетчинга я ее очень долго рисовала. И хочу сказать, что моделить ее было еще сложнее. Ну и получилась она, соответственно, калечная немножко. Начнем с того, что на самом теле я решила, ну, не моделить особо ноги, но оставить некие такие культи. Хотя лучше бы я вообще их не моделила, потому что это потом мне немножечко усложнило жизнь, когда я делала рик. Также еще отдельно хочу сказать про шнурок и колечки. Как же сильно я запарилась тем, чтобы шнурок залазил в это колечко, и все равно он никак не хотел влазить. Ну, и сама форма обуви, вот эта вот основная основа, она немного вывернулась, из-за чего мне потом было очень трудно наносить текстуру. Текстура на теле тоже была вывернута, но об этом расскажу уже, когда буду делать текстуры и рик. После обуви я приступила к волосам. Я решила не делать симуляцию волос, так как не хотела перегружать. И вообще, как бы, это рендерилось бы просто невероятно долго, а анимации мне надо было сделать очень много с персонажем, и за очень короткое время. И я не хотела еще тратить время на рендер. Ну, и с волосами не все так гладко, во-первых, потому что внятных туториалов по тому, как делать прическу, нету. Из-за того, что у каждого прическа, ну, она индивидуальная, и их просто быть не может, как мне показалось. Хотя я там нашла какие-то, но мне они немного не подходили. Там короткая очень прическа, у моего персонажа такие густые кучерявые волосы. Я долго думала, как их делать. Думала взять маленькие отдельные частицы и их заскульптить так, чтобы они подходили под его прическу, под тот скетч, который я рисовала. Но потом я, после долгой запарки, решила все-таки смоделить такую невнятную кучу и просто слегка подправить на этапе с текстурами. И просто нарисовать там кучеряшки и все, что я хочу. Далее я приступила к чокеру и столкнулась с той же проблемой, что была у меня, когда я моделировала обувь. А именно не со стыковкой мелких деталей с крупными. Отчасти, чтобы не делать двойную работу, я отзеркалила некоторые шипы, но все равно не все. И отзеркаливание не слишком-то и помогло, потому что после того, как я слегка подправила шею, там слегка и полигоны поменяли свое положение. Из-за чего мне пришлось их еще подгонять. Ну а с напульсником и браслетами было проще, так как я просто взяла цилиндр, подставила его поближе к руке и применила к нему модификатор Shrink Warp. По-моему он так называется. Но если неправильно назвала, извините. Ну и на этом моя долгая и мучительная работа в качестве 3D моделлера закончилась. И в следующем видео мы будем делать риг персонажа, вставлять в него скелет и все это подгонять. Так что ждите следующую часть. И всем пока. Конец! Субтитры создавал DimaTorzok